У заболевших COVID-19 многократно возрастает риск инфаркта миокарда и ишемического инсульта. Об этом еще год назад заявили ученые. Практика показала, так оно и есть. Врачам сосудистого центра Сергея Посадской больницы практически ежедневно приходится возвращать с того света своих пациентов. Больные более тяжелые поступают, потому что они коморбидные. То есть это либо инфаркт COVID, либо нестабильность на кардии COVID, либо инсульт COVID. Это все достаточно тяжелые пациенты, требующие более пристального внимания с нашей стороны. Медики уже знают, серьезные проблемы с сердцем и сосудами у людей возникают из-за специфических особенностей вируса. COVID чем он плох? Он плох тем, что он приводит к нарушению сверстывающих с функцией крови. То есть тромбы сами по себе могут образовываться. Также COVID негативно влияет на сосудистую стенку, вызывая ее воспаление и приводя к нарушению ее целостности. И на этом фоне также могут образовываться тромбозы. Там риск развития тромбозов в десятки и по некоторым данным в сотни раз увеличивается. COVID особенно опасен для тех, у кого есть проблемы с сосудами. Этой категории граждан врачи рекомендуют при первых признаках сердечно-сосудистого недомогания незамедлительно вызывать врача. Если у вас появляется либо боль за грудиной, которая не меняется при изменении поражения тела, ничем не проходит, никакими таблетками, ничего, не надо ждать никого. Если больше 15 минут она длится, тяжелая, особенно если дышка резко появилась, сразу скорую вызывайте, у вас еще есть время отделаться легким успугом. Являются ли последствия ковидного инфаркта и инсульта временными или остаются с человеком на всю оставшуюся жизнь, науке пока неизвестно. Избежать повторной госпитализации во многом помогает вакцинация, а также диета, физическая активность и другие меры профилактики. Регулярно консультироваться со своим специалистом, будь то кардиолог, невролог, регулярно принимать лекарственные препараты, которые они назначают. Не надо их отменять самостоятельно, не надо никого слушать, кроме лечащих врачей.